Итак, всех приветствую, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас новый выпуск, новое обновление летнее. Почему летнее, непонятно в Доте 2, хотя лето уже практически закончилось, остался 0-1 день, так сказать. Но мы его встречаем, и поэтому бежим рассматривать это обновление. Название значит у нас летнее обновление клиента, совершенно новый арсенал. Это первое, что нас встречают, то есть переделали абсолютно арсенал. В игре уже 10 лет копится разнообразные возможности интерфейса, она может стать, мягко говоря, немного запутанной. Это правда, я в этот арсенал вообще никогда не заходил, честно вам скажу. Нахрен он мне нужен? Я просто надел шмотки и забыл вообще все, что у меня там есть. Сейчас мы посмотрим, будет удобно вообще смотреть или нет. Арсенал, часто в него не заходишь. Изучайте то, что у вас есть, и узнавайте, чего у вас нет. Смотрите все доступные герои аксессуара, даже есть те, которые у вас нет. С легкостью экипируйте свои предметы через удобный интерфейс. Это о чем нам говорит? Мы можем посмотреть, может какие-то старые шмотки, а что-то еще, что у нас вообще абсолютно не было и так далее. Может какие-то супер редкие. Это прикольно. Ну, едем дальше. Наверное, на пробу. В режиме работы, в режиме пробы, сочетайте косметический предмет героя, вне зависимости от того, есть ли они у вас. То есть можно просматривать шмотки на самом герое. Next. Приработанные разделы общих предметов. Я так понимаю, ландшафты и прочее, там тоже все так красивенько выглядит. С виду удобно. Ну, сделано может быть где-то так же, я просто в другие игры не играю, но может быть в каких-нибудь Апексах, Валорантах, может быть тоже интерфейс всякий. Ну, примерно может быть что-то похожее на то, что сделали Valve. Так, что у нас? Выделение предметов. Выделение цвета поможет вам досконально изучить каждый отдельный предмет. Ага, если у тебя имморталка, я так понимаю, да, то есть она будет подсвечиваться цветом. Ну, понятно. Дубликаты вместе. Дубликаты ваших предметов теперь складываются в одну ячейку и не занимают лишнее место в инвентарях. Кстати, неплохо. Сортировка по ценности. Интересно. Дальше идем. Collection Cache уже доступна в Арсенал. Короче, новая сокровищница. Сетики, да. А, даже мы здесь можем вами оценить. Давайте, давайте здесь посмотрим. Ладно, нет, посмотрим дотик. Поведение игроков. Давайте, next. Поведение игроков. Да, интересная штука. Что-то они переработали систему по подбору игроков. Ну, или токсичных игроков хотят отделить. Делаем игру приятнее друг для друга. Да ладно. Это может показаться очевидным, но в доту приятнее всего играть, когда одна слаженная команда противостоит другой, не менее слаженной команде. В худшем же случае, все наоборот. Союзники борются с вами, тогда как враги соревнуются не в мастерстве игры, а в остроумии. Вот зачем? Зачем это было? Вот до этого. Зачем я в это играл? Вот, объясните, почему вы не могли сразу это делать качественно, круто? Кроме того, мы добавили кнопку «Не нравится», благодаря которой те, кто с вами в какой-либо причине предпочли бы не играть, будут реже встречаться вам в будущем. Отлично, хорошо, я думал, что это так и работало раньше, но нет, только сейчас это сделали. Новая система жалоб. Вы бы предпочли не играть откровенно токсичными особами, может быть. Вот мне часто дают репорт, что я типа много болтаю, но я не токсичный, я просто много. Передаю информации игрокам, которые играют со мной. Но из-за этого часто подлетаю в муд. Ладно, это другое рассуждение, немножко сейчас об обновлении. Новые данные помогут нам с наибольшей уверенностью на оказывать злоумышленников, а также выявлять, игнорировать злостных жалобщиков. Короче, да, есть злостные жалобщики. Вот, собственно, наверное, про это я и говорил. За то, что есть люди, которые просто так тебе кидают репорт. Просто потому что типа, мол, им голос не понравился. Вы, возможно, можете им в ответ просто кинуть репорт, потому что чел не заслуженно вам ставит репорт, понимаете, да? Ну, если он это еще и озвучил, а такие особые есть. Поэтому, возможно, что если это гибкая система репорта, возможно, она как раз нам поможет. Хорошо, что это действительно много репортов. Вы можете бесконечное количество их ставить, но при этом выбирать, за что вы их ставите, по факту или нет. Вот у меня был в команде фура, там 1.46 фидер. Также верные жалобы имеют значение. И хуже испорченной игры может быть только осознание того, что нарушителе все сошло с рук, и он навредит кому-то еще. Новая система построена с нуля таким образом, что действие... Ну, якобы, то, что вы правили какую-то жалобу, теперь будет отображаться. Сработала эта жалоба, за что сработала, либо не сработала. Теперь ваша жалоба придет к наказанию, мы сообщим вам об этом. Да, то есть все вам будет якобы, вроде бы, я не знаю, это будет реальность, а работа. Но якобы будут сообщать обратно. Обработка токсичности в реальном времени, если кто-то пожалуется на токсичные сообщения через внутриигровую таблицу счета, система проанализирует их в режиме реального времени. Если она посчитает текст токсичным, нарушитель будет моментально заглушен голосовым текстом чата для всех игроков до конца игры. Странно тоже, да, вот если чел будет как-то жаловаться, а ты не токсичишь, и игра посчитает, что ты токсичный, то да, типа вас могут замутить до конца игры. Надеюсь, я вот сюда не буду отлетать. Я за классную игру, за классную передачу информации и так далее. Порядочность и вежливость. У каждого игрока уже есть порядочность, число от 0 до 10 тысяч, отражающее количество внутриигровых действий. Мы добавили еще один показатель, вежливо, демонстрирующий качество общения с человеком. Теперь все о порядочности, то есть есть теперь и вежливость, и порядочность. Два порта. Нифига себе, то есть порядочность влияет даже на выпадание предметов. Да, в игре теперь прописано на определенных уровнях порядочности, у вас какие-то функции отрубаются, вы не можете там в чат писать, там. Обновленный рендеринг карты. Честно говоря, я уже посмотрел вот это и вам расскажу, что я вижу здесь. Во-первых, она стала помрачнее. Чуть-чуть добавились тени от облаков, раньше они, по-моему, были очень давным-давно. Сейчас добавили их вновь, вот эти пятна, которые вот сейчас, вы видите, появляются после стрелки. Есть тени от облаков, освещение и частицы, да, посмотрим. Да, смотрите, что добавилось. Вот у нас была дота до этого. Теперь точно от вышек, вот пока что я увидел только от вышек, смотрите, вышки стали подсвечивать, их выстрелы. Если выстрелы все стали подсвечиваться, это очень круто. Вот видите, летит снаряд, и он дает блик на самого героя. Ну, то есть, с точки зрения графики и красивости, да, это классно, то есть, вы бите. Ну, это, наверное, минус FPS, для компьютеров послабже, но с точки зрения красоты, это так и должно было работать. Летит снаряд, он светится сам голубым, так еще и отдает отблеск на героя голубого цвета. Карты тональности, карты тональности, давай посмотрим. Ага, чуть-чуть контраста добавили. Прямо навалили контраста, видно, что было немножко так смутно, стало контрастно. Хорошо. А, ну вот, собственно, да, здесь тоже, вот видите, летит снаряд, он такой более красный такой, и у него прям есть такой теплый оттенок. И смотрится лампово, на самом деле, мне это очень нравится. Здесь так пресно, смутно, ну, плоско, я бы сказал. Здесь прям контраста навалили, как освещение добавили. Но я, на самом деле, я с точки зрения, как бы, дизайнерского взгляда и так далее, я бы немножко сам кое-как бы еще чуть-чуть посветлее сделал. Потому что за счет того, что добавил контраста теней в доту, типа, она стала чуть-чуть темнее. Ну, мы сейчас еще в игре, конечно, все затестим. Я, конечно, все это посмотрю, как это выглядит у меня. Возвращаемся с вами в игру. Теперь, вот да, вы можете здесь прочитать, что с вами будет, если ваша порядочность упадет там ниже, там, 10 тысяч, 7 тысяч выпадений сундуков и наборов после игры. То есть, это уже не будет вам чего выпадать. Потом приостановка игры, и потом рейтинговая игра вообще вам перестанет быть доступной. Что здесь? Тренерство, голосовой чат, сигналы по способностям союзников. То есть, вы не можете крылаться, типа, типа, вот, дай свою способность. Голосовой чат, похвалы во время игры. Текстовый чат и неограниченное сообщение. И, короче, будет пауза у вас, если у вас бежевость тоже посядет. Вот такая вот история. Теперь у нас по героям. Смотрите, как это выглядит. Меня зовут мясником. То есть, вот так красивенько теперь. А, обновление сети Dota 2. Ага. Вот так вот одевается. Пока что для меня не особо понятно. Пуш переходит в небольшую такую ячейку. Ну, то есть, становится меньше. И тут показываются все хуки. Все хуки, которые, типа, есть. И недоступно. Давай посмотрим. Давай из недоступных посмотрим. Обалдеть. Я не знаю, правда ли прям все-все недоступные здесь показаны. Но то, что здесь можно все купить. Ну, короче, прикольно. Реально прикольно. И как-то наборы здесь стало удобно смотреть. Так, что еще? Варды, да. То есть, и варды здесь. И герои, и окружение, интерфейс, и сокровищницы. Да. Ну, все выглядит действительно лаконично. Прикольно. Вот. Еще по поводу своих предметов. Да. Здесь можно отсортировать. Давай по цене на торговой площадке. Давай посмотрим, что у меня самое дорогое. Самое дорогое из моих предметов, это просто обезьянье. Вот эта вот история. Все, что это у меня есть дорогое из предметов. Это я покупал. Даже лук есть, да. Вот он стоит 99. Давайте по сетам пробежимся быстренько. По сокровищнице. Let's go. Primal Beast. Темненький. Горит. Ну, выглядит, конечно, лицо так себе. А с точки зрения сетика выглядит неплохо. Let's go next. А даунбрикер. Очень красиво, потому что он золотого цвета. Здесь золото с голубым оттенком. Реально классно выглядит. Реально. Вот это очень красиво. Абадон. Похож стал на какую-то виверну немножко. Но мне хочется еще посмотреть. Мне хочется посмотреть, опробовать. Ну, когда я посмотрю, как это двигается, как он бегает и так далее. Ага. Вот так вот на дракончике он бегает. Кстати, о графике, да? О графике. Ну да, до этого стало прям чуточку потемней. Возможно, поконтрастнее прям. Как будто Динаид стало легче. Я не знаю. Ну, как будто стало чуточки видно. Абадон. Ну, сет такой. Средничок. Средничок. Алхимик. Ну, блин. Честно говоря, вот эта морда кабана. Это на любителя. Виолетовые топоры смотрятся прям реально интересно. Давай-ка, ну-ка, опробуем. Тридцатый уровень. Интимейт. Блин. Ну, вообще. Вообще смотрится очень насыщенно. Очень прям перенасыщенно. А че так прям ярко-то? Прям, ну, как будто насыщенность прям овер до хрена. Фиолетовый. Слишком фиолетовый. Ну, пока что впечатление среднее. Потому что не пойму. Типа, либо, возможно, от этого вообще глаза будут уставать. Возможно, не будут уставать. Что по спектре? Ну, скорее всего, неплохо. Скорее всего, неплохо. Супер там не меняется как-то. Видите, да, она вся фиолетовая. Дымит фиолетово, так сказать. Супер изменений здесь не вижу. ВК. Ну, с точки зрения просто детальности сета. Сет красивый. Меч вон у него прям в этом. Сердце. Красивый вот этот меч. Смотрится неплохо. Ну, как будто прям вот отражение. Блики, что ли, прорисовали. Прям как будто сеты стали сами по себе качественнее. И отражение, что-то в них есть. Белка. Я не знаю, она типа из рогатки будет стрелять, что ли. Фиг знает. Давай посмотрим. Ну, типа а-ля из рогатки, да, будет ультимейт вылетать. Ну, вылетает все равно стрела. Было бы прикольно, если бы вылетал. Ну, прям контрастно все стало. Ааа, мои глаза. Реально все изменилось. Let's go next. Профитка со свечами, с рогами, с крыльями. Ну, темные крылья прикольно. Прикольно темные крылья. Больше ничего не видно. Вот Кунка. Блин, ну, Кунка вообще прям must have. Прям выглядит прям сочно. Я не знаю, прям персонаж другой весь вообще. Смотри, там рыбка внутри него. Колечко, там водичка. Ну, прям из воды с этой. Прям очень круто выглядит. Сам все сеты. Легион Командер, ну, золотистый, как, в принципе, все остальные сеты. С точки зрения детальности, красивый прорисованный сет. С точки зрения чего-то нового. Шапка вот горит. Ну, она форма такой странной. Для меня не очень. Мне не зашло. Шторм Спирит. Делали какой-то пандой. То есть, прям реально физической. Хотя вот лапки только светятся. Ну, прикольно, слушайте. Прикольно. Панда, это интересно. Джакирыч. Ну, крылья подпаленные классно смотрятся, честно говоря. Классно. То есть, и спина подпаленная смотрится. Ну, прям классно. Давай посмотрим, как в игре это. Видно ли это особо? Ну, супер как-то не видно. В целом, неплохо. Реально неплохо. Дазл. Ну, тут как бы особо ничего. Такого я не вижу специфического. Как бы он сам по себе фиолетовый оттенок дает. Мейки и вот это вот. Ну, детально красиво. Но взял бы я себе. Не особо привлекает. Марси. Блин, Марси прикольная. Капец, какая прикольная. Вот эти штуки золотистые. Блин, это очень крутая. Ну-ка, дай-ка. Да, прикольные ручки такие. Прямо, смотри, золотом. Да и вообще классно выглядит девочка такая с этим розовым парике. Ну, классно, классно. Герой смотрится. Бабуля стала ездить на улитке. Улитка милая с этими глазами. Ну, давай посмотрим, как сверху смотрится. Ну, в этом что-то есть. Но сверху особо непонятно. Вот. Но то, что улитка так улыбается, это, конечно, ну, мило. Реально мило. И анти-мейдж. Анти-мейдж, анти-мейдж, анти-мейдж. Выглядит круто. Блин, если вот, например, вы девушка, играете на персонажа анти-мейдж, я думаю, для вас это сет вдвойне приятнее. В общем, вот такое вот обновление. Пока что дота для меня непривычная. Все-таки стало все поконтрастнее. Даже не хочется играть, честно говоря. Было лучше, так сказать. Глаза не так супер напрягались. Но сейчас все лучше видно стало. Это факт. Но мне кажется, все это можно поднастроить. Настроить даже можно, мне кажется, убрать какую-то контрастность, возможно. В общем, вот такое вот обновление. С вас лайкусик, подписочка. Не забывайте переходить в Телеграм. Тоже подписываться на все соцсети, приходить на стримы. Все, всем спасибо. Всем пока.